Доброе утро, дорогая! Что сегодня на завтрак? Всё как обычно. Два бочонка рома, кружка крепкого сидра и полная бутылка вина. Ну дела, мне пора идти. Возьму всё с собой. Не забудь свой обед. Шесть упаковок пива, фляжка виски, шесть топок текилы и банан на десерт. Отпад. Ну сегодня я надерусь. Желаю удачной работы с острой, опасной сельскохозяйственной техникой. Поверить не могу, что такой образ жизни считается нормой. Боже, храни Америку. Ну что ж, я пошёл. Обожаю свою жизнь. Оверсимплифайт представляет Сухой Закон. Озвучил Гамлин. Америка. Страна красивых торговых центров, первоклассной инфраструктуры и чудесных городских районов. О да, прекрасная Америка. Но что на ваш взгляд является символом Америки? Статуя Свободы? Гора Рашмар? Сумасшедшая дама на электроскутере для маломобильных людей, кричащая на голубе? А что если я скажу вам, что ответ? Алкоголь. Да, именно так. Когда Буритане прибыли к берегам Америки, они привезли корабль полный пива. Джордж Вашингтон ежедневно снабжал своих подчинённых стаканом виски. На вечере в честь инграции Эндрю Джексона в Белом доме была такая пьянка, что всех пришлось вывезти на улицу. Фредерик Дуглас сказал, что виски заставляет его чувствовать себя президентом. И меня, Фредерик. И меня. Американцы пили за завтраком, а врачи прописывали своим пациентам крепкие напитки. В 19 веке американцы пили в три раза больше, чем современное поколение. Речь идёт об огромном количестве виски. Магия полил цветы и стал идеальным отцом вашим детям. Минуточку. Чем это пахнет? Ты что, пьёшь на работе? Ни в коем случае, сэр. Я бы не осмелился. А почему бы и нет? Ведь все вокруг это делают. Но я ведь выполнил всю работу. Ты уволен. Американцы пьют на работе, помогая соседям на стройке, на крещении и публичных казнях. Пьянство стало такой же нормой в Америке, как, например, яблочный пирог. Приветствую всех. Меня зовут Рон, и я алкоголик. Ничего страшного, Рон. Здесь все алкоголики. Но всё больше и больше американцев задавались вопросом, действительно ли это правильный образ жизни? Возможно, они несколько перебарщивают с крепкими напитками. Одна группа людей имела утвердительный ответ на этот вопрос. Вы знаете, и любите их. Речь о женщинах. Чёрт, бабы, бежим! Спокойно. Мы просто хотим поговорить. Женщины разговаривают на публике? Что? Это возмутительно. Да ладно тебе, Фред. Тебя дома ждут двое детей и жена, а ты тратишь последние деньги на выпивку. А вы, доктор Спенки, были на пороге открытия путешествия во времени. Но что же вы открыли вместо этого? Сладость виски. Точно. Алкоголь. Он рушит наши семьи, карьеры и дома. А ведь она права. Да. Подождите, господа, не позволяйте им одурачить себя. Этот салон наше личное пространство, где жены и дети не могут доставать нас насущными проблемами. Место, где мы можем быть настоящими мужчинами. Точно, я же мужик. А что делать настоящие мужчины? Заботиться о своих семьях? Не понимаю, о чем это она? Ты заботишься о своей семье? Нет, мы пьем пиво, стреляем из ружья и боремся в грязи. Да! По мере того, как чрезмерное пьянство в Америке разрушалось больше и больше жизней, начало возникать моральное сопротивление. И женщины вышли на первый план, взяв дело в свои руки. В те времена практически любой поступок женщины был шокирующим. Женщинам надоело быть жертвами пьянства своих мужей, и они решились на беспрецедентный поступок. Что, что ты собралась делать? Я собираюсь митинговать. Милая, ха-ха, женщины не могут митинговать. Крестовый поход женщин против алкоголя начался в Агайо, быстро распространяясь по всей стране. Они маршировали по городам, распевая гимны, собираясь возле салунов и моляясь на коленях. Молящиеся женщины так пугали население, что в некоторых городах закрывались школы, а торговля приостанавливалась. Однажды были вызваны пожарные, чтобы окатить из шланга опасных молящихся женщин. В другой раз владелец пивной на открытом воздухе вытащил пушку с угрозой превратить дикарок в пыль. Тем не менее, они упорствовали. В 1874 году был сформирован Женский крестьянский союз за умеренность. Создавались дома для женщин, страдающих алкоголизмом. Устанавливались фонтаны в городских парках. Члены союза писали учебники для школьников, которые содержали некоторые интересные положения об употреблении алкоголя. Перед нами малыш Тимми. Ой, кажется, Тимми собирается впервые попробовать алкоголь. Он делал глоточек виски и в мгновение сгорает. Конец. Усилия женщин не прошли даром. В небольших городах по всей Америке аптеки перестали отпускать рецепты на алкоголь. Мужчины взяли на себя обязательство бросить пить. Вдушевленный энтузиазмом женщин, некоторые из владельцев салунов закрыли свои двери. Крестовый поход женщин и другие движения за трезвость заставляли людей пересмотреть роль алкоголя в обществе. Все больше людей становилось на сторону растущего движения за трезвый образ жизни. Многие штаты даже начали принимать собственные сухие законы, ограничивающие продажи и употребление алкоголя. Одним из них был Канзас, где алкоголь запретили с 1781 года. Несмотря на это, многие нелегальные салуны оставались открытыми, и власти практически ничего не могли сделать с нарушителями. Одна женщина, возмущенная увиденным, решила взять закон в свои руки. И не просто женщина, а милая старушка с устрашающим топориком по имени Кэрри Нейшн. Вооруженная своим топориком и сумкой, которая называлась Сокрушителем, Кэрри Нейшн путешествовала с города в город, посещая салуны, но не для того, чтобы пропустить закончик, а чтобы крушить. Мужчинам ничего не оставалось, как сжиматься от страха, когда мини-терная Кэрри заходила в салон и разносила его в щепки. Она сокрушила салон в Каёве. Крушить-крушить. В Вичите. Крушить-крушить. Пикве. Круши. Пару раз её арестовывали. Но каждый раз всё заканчивалось так. Что ж, Кэрри, мы тебя отпустим, если ты пообещаешь быть хорошей девочкой и больше не крушить салон. Договорились? Пошёл ты, свинья. Да, я думаю, с ней всё будет в порядке. Крушить-крушить-крушить. Тактика Кэрри шокировала других членов Женского Христианского Союза за умеренность. Но она заверила их. И вот её слова. Дамы, вы понятия не имеете, какое это удовольствие. Крушить-крушить-крушить. Имя Кэрри стало нарицательным, и она надеялась, что её необычная тактика распространится по всей стране. Но, к сожалению, многие женские движения в конце концов были приостановлены. Что стало причиной? Да вот что. Тельма, у меня опять продырялись штаны. Что ж, тебе придётся самому заштопать их, потому что я иду на митинг. Что? Я понятия не имею, как штопать. Что, если я ненароком спалю дома, меня съедят аллигаторы? Что? Как? Не глупи, Митч. Слушай, мне пора идти. Это я глупый. Да она сама... Эй, Тельма! Ну и кто теперь глупый? Дело в том, что в отсутствии митингующих женщин некому было готовить убираться дома. Все привыкли к тому, что женщины всегда на виду и молчат. И постепенно им пришлось вернуться к своим домашним обязанностям. Но дело начатое с женщинами уже набирало обороты, и новое движение вовсю стремилось в Вашингтон. Речь идет о антисалунской лиге. Это была политическая активная группа под руководством добродушного старичка. Но это только на первый взгляд. На самом деле, этот парень был злым гением. В то время, как женщины интересовали целым рядом вопросов, Уэн Уиллер и антисалунская лига заботились только о враге номер один. Мистеры Ал Коголь. И они весьма преуспели в своей деятельности. Они умело использовали страхи американцев против них самих. И я имею ввиду страхи каждого. Вот как они это делали. Добрый день, сэр. Добро пожаловать в либеральное прогрессивное объединение. Не могли бы ли вы представиться? Конечно. Меня зовут Падди. Я приехал из Ирландии. Скажи-ка мне, Падди, ты пьешь? О, да. И немало. Видите, господа, люди как Падди приезжают сюда в поисках лучшей жизни. И только ради того, чтобы в конечном итоге валяться пьяными в канаве. И не волнуйтесь, сэр. Мы поможем вам. Эй, приятель, ты отлично справляешься. Ты нужен мне для еще одной вещи. Приветствую вас, христианские консерваторы. Это Падди. Этот чертов иммигрант-католик приехал из Ирландии, чтобы уничтожить Америку своим пьяным дебошем. Рабочим говорили, что алкоголь это капиталистическая уловка, чтобы держать их в подчинении. Владельцы заводов заверили, что алкоголь делает их безответственных рабочих ленивыми. Чернокожую общину предупредили, что алкоголь препятствует ее развитию. А расистам было сказано, что алкоголь превращает чернокожих в животных. В одной из самых запутанных эпох американской политики полностью противоположные группы пришли к согласию, по крайней мере в одном. Алкоголь. Зло. Антисалунская лига широко использовала пропаганду. Именно этим занимались сторонники трезвого образа жизни на протяжении десятилетий. Возьмем, к примеру, этот образец, который предупреждает о последствиях употребления алкоголя. Итак, начав потребление спиртных напитков, вы становитесь дебоширом. У вас появляются новые друзья. Не так плохо. Затем вы становитесь бездомным. И вот вы уже преступник. И... Э... Э... О-оу. Но самой эффективной тактикой запрета алкоголя в США, которую использовал Уиллер, была политика давления. На всех возможных выборах Уиллер очень успешно выступал против любого политика, который поддерживал алкоголь. Только в Агайо у него было 70 представителей штата, а популярный республиканский губернатор был отстранен от должности и заменен сторонниками сухого закона. В одночасье все американские политики стали бояться Уэйна и Уиллера. Даже те, кто наслаждаются алкоголем наедине, начали притворяться против спиртного на публике. Алкоголь великолепен. То есть... Вреден. Извини, Уэйн, я в стельку пьян. Все стало еще серьезнее в 1917 году, когда Америка вступила в Первую мировую войну против Германии. Произошел всплеск германофобии. Кваженая капуста превратилась в либералистическую капусту. Немецкая краснуха либералистическая краснуха. Даже так состали воплощением зла. В Америке были немцы. И Уиллер позаботился о том, чтобы употребление алкоголя стало сродни прогерманской измене. Немецкие пивовары отчаянно пытались дать отпор, создавая собственную пропаганду, представляя пиво как полезный напиток, который можно давать даже детям. Как вы, наверное, догадались, это не возымело успеха. Президент Уильсон ввел временный запрет на алкоголь, чтобы сохранить зерно для продуктов питания. И поскольку многие страны теперь поддерживали сухой закон, оставалось только принять его. Одна из проблем заключалась в том, что налоги на алкоголь не собиралось отказываться от этого. Никаких проблем. Антисалунская лига помогала лоббировать создание нового подоходного налога для американского народа. Отныне государство не зависело от алкоголя. В итоге, сухой закон был внесен в конгресс в 1913 году не только в качестве закона, но и как поправка Конституции. В 1917 году, когда Палата представителей провела окончательное голосование по поправке сухого закона, Уиллер наблюдал за происходящим с балкона. Бесхребетные трусы! Я в курсе, что половина из вас пьет алкоголь. И тем не менее, здесь вы кланитесь Неду Фландерсу. Да он мнит из себя Цезаря. Ах, не драматизирую. Конечно, я не считаю себя Цезарем. А теперь выпустите львов. В конце концов, сухой закон с легкостью прошел Палату представителей. 282 голоса против 128. И к 1919 году США ратифицировали новую поправку Конституции. Америка, нация, одержимая свободой, только что добровольно отказалась от своего личного права выбирать, пить алкоголь или нет. Мы это сделали, господа! Мы все исправили. Теперь Америка всегда будет идеальной. Но вы только что уничтожили пятую по величине промышленность Америки и потеряли десятки тысяч рабочих мест для нас, иммигрантов. Нет, идиот! Ты не понимаешь! Мы помогли вам! Идиот! Эх, сейчас бы выпить пивка! Вот! Сразу после вступления в силу сухого закона потребление алкоголя в Америке снизилось, поскольку американцы следовали закону и старались не пить. Друг, если мы собираемся быть законопослушными хорошими мальчиками, нам нужно что-то еще, чтобы заполнить темную одинокую пустоту, которую раньше заполняло божественное пиво. Как насчет того, чтобы пропустить по баночке холодной воды? Отличная идея! Давай-ка сюда! Не, мне такое не по душе. Давай попробуем вязание. Это совсем не заполняет темную пустоту. Хочешь поиграть в воздушных змеев? Да пошло все! Пойдем выпьем нелегального пива! Хотя казалось, что многие американцы поддерживают сухой закон. После того, как он вступил в силу, точно так же многие американцы намеревались продолжать пить, придумывая различные способы нарушить новый закон. Избиение пади, введение сухого закона и поиск алкоголя. Вскоре после того, как новый закон вступил в силу, его недостатки стали активно проявляться. Во-первых, детали нового сухого закона, написанного никем иным, как самим Уэйном Уиллером, оказались более суровыми, чем ожидалось. Многие сторонники сухого закона были за то, чтобы запретить только крепкие напитки и надеялись, что пиво останется легальным. Но закон Волстада объявил нелегальным все, что превышает 0,5%. В новом законе было много лазей, которые американцы очень быстро начали использовать себе на руку. Например, в то время, как продажи и изготовления спиртных напитков были запрещены, употребление алкоголя нет. Также можно было хранить любой алкоголь, который был приобретен до вступления в силу закона. Так, многие частные клубы накапливали огромное количество алкоголя, чтобы пережить весь период сухого закона. Виски, предназначенные для медицинских целей, также были разрешены, и врачи в прямом смысле слова стали барменами. Все выглядело так, как будто возразилась настоящая эпидемия, поскольку количество рецептов на виске резко возросло. Также были разрешены вины для причастия, используемые в цверквях и синагогах. Заказы на вино для причастия подозрительно взлетели на миллионы галлонов, и поскольку раввины имели доступ к вину, внезапно все решили стать раввинами. Раввин Пэт О'Лири, ЛЛ Кул Джей и даже раввин Пушок. Не стоит волноваться, я уверен, что все эти вполне законные религиозные деятели не могли продавать вино в переулке после Мессы. Да, ничего странного здесь. На полках магазинов появились и новые продукты, такие как вайн, гло, брикет обезвоженного виноградного сока, сам по себе не содержащий алкоголя и, следовательно, совершенно законный. Однако на его упаковке красовалось странное предупреждение. После растворения брикета в галлоне воды не помещайте кувшин с жидкостью в шкаф на 20 дней, иначе жидкость превратится в вино. Я возьму тысячу. Да, сэр. А теперь я хочу, чтобы ты вспомнил 2005 год. Ты самый крутой ребенок в округе и убеждаешь родителей взять на прокат классный фильм, который начинается со странного сообщения что-то о том, что машину не скачивают. Вы сразу же игнорируете это и заходите на Каза, чтобы загрузить самую классную песню и в процессе истощаете банковский счет вашего отца огромным количеством программ-вымогателей. Ты нарушил закон, плохой мальчик. Или девочка. Но пришел ли кто-нибудь, чтобы арестовать тебя? Нет. Вот что я хочу донести. Если никто не обеспечивает соблюдение закона, а все его нарушают, действительно ли это закон? Также обстояли дела с сухим законом. Видите ли, консерваторы, находящиеся у власти в то десятилетие, считали, что на государственные расходы достаточно скромного бюджета. Таким образом, они приняли закон, исполнение которого было чрезвычайно сложно, при этом не желая отдавать деньги, необходимые для его исполнения. Недавно созданное бюро сухого закона имело всего 1500 агентов на всю страну. Это один агент на каждые 70666 американцев в огромной стране с 12 тысячю милями береговой линии и одной гигантской сухопутной границей с Канадой. Удачи тупицей и все эти хитроумные маленькие лазейки, которые люди использовали для получения нелегальной выпивки, были только началом. Америка стояла на пороге алкогольного криминального беспредела. Объявление алкоголя вне закона сделало его ценным товаром, и миллионы американцев готовы были переступить черту закона, придумывая разнообразные схемы получения нелегальной выпивки. Например, многие американцы начали делать собственные спиртные напитки. Незаконные самогонные аппараты были обнаружены агентами сухого закона от холмов Кентукки и пещеры Аризона до автостоянных крупных городах и даже домов политиков, поддерживающих алкогольный запрет. В самом деле, господа, я же лично голосовал за сухой закон. Зачем мне самогонный аппарат? А это что? Это мой сынишка, Фредди. Скажи привет, Фредди. Сэр, очевидно, что это самогонный аппарат. Да как вы смеете? Эй, а что это в ванной? Вода для купания. Почему она на вкус как алкоголь? У меня встречный вопрос. Почему ты пробуешь воду из моей ванной? Чудила. Пойдем от этих извращенцев, Фредди. Чтобы воспрепятствовать производству самогона, правительство начало добавлять токсичные вещества во многие продукты, которые использовали самогонщики, что приводило к массовым заболеваниям и смерти, но алкоголь производили не только в домашних условиях. В то ли обширных берегов Америки контрабандисты ввозили алкоголь страну по морю. Плавучий магазин, известный как Ромовый караван, просирался вдоль восточного побережья сразу за пределами морской границы Америки. А бутлегеры часто приплывали на маленьких лодках за партиями спиртного. Эти бутлегеры продавали свою нелегальную продукцию повсюду. Даже в залах Конгресса. Ух ты, пап! Я тоже хочу здесь работать, когда вырасту. Что ж, сынок, если ты будешь упорно работать и никогда не сдаваться, однажды даже ты сможешь стать большим лицемером. Известно, что даже президент Хардинг подавал своему кабинету министр в контрабандные виски. Некоторые бутлегеры были настолько успешны, что стали миллиардерами, как, например, Рой Олмстед, бывший полицейский, который стал одним из крупнейших работодателей в Сиэтле благодаря контрабанде алкоголя. К несчастью, весь его виски поставлялся из Канады. Гадость. Вся эта преступность стала возможной благодаря высокому уровню коррупции. По всей стране правительственные чиновники закрывали глаза на нарушение закона. Бутлегеры были настолько богаты, что для них не составляло труда засунуть пару тысяч долларов в карман шефа полиции или мэра или сердитой матери. А некоторые полицейские стали почти такими же богатыми, как бутлегеры. Так, подошли все ко мне, я получил известие, что один из вас берет взятки от бутлегеров. Есть идеи кто? Кевин, может у тебя есть какие-то мысли на этот счет? Нет, сэр. Многие полицейские были родом из пьющих округов, и они не собирались арестовывать своих дедушек за то, что тебя прокинули стопку домашнего джина. Но это не означает, а некоторые невезучие люди получили очень суровые наказания, как, например, мать из Мичигана, приговоренная к пожизненному заключению за изготовление самогона в малых масштабах. Подобные случаи широко освещались в СМИ и способствовали еще большей непопулярности сухого закона. Помимо этого, СМИ также любили освещать подвиги самых известных бутлегеров, превращая их в национальных кумиров. Одним из крупнейших бутлегеров был человек по имени Джордж Ремус. Юрист по профессии, он наблюдал за тем, как его клиенты-бутлегеры с легкостью оплачивали огромные штрафы и пришел к выводу, что бутлегерство это подходящий для него бизнес. Но в отличие от большинства бутлегеров, Ремус был очень умен и придумал довольно хитрую систему. Дело в том, что на ликероводочных складах хранились миллионы галлонов спиртных напитков, произведенных до сухого закона. Продавать их можно было только с разрешения правительства фармацевтическим компаниям. Итак, Ремус создал собственную фармацевтическую компанию и закупил все спиртные напитки. Затем он создал свою транспортную компанию для перевозки спиртных напитков, после чего он отправлял вооруженных людей для перехвата своих собственных транспортных средств. Стоять, это ограбление! О нет, пожалуйста, не трогайте меня! Я легко пристрелю тебя! Сжальтесь, у меня дома жена и дети! Отдавай все виски, жердяй! Эй, жердяй не было в сценарии, болван! Украв у себя весь виски, он мог продать его за большие деньги. Идеальное преступление. К сожалению, Ремуса в конце концов поймал добродушный чиновник из Индианы, которого не интересовали взятки. Правительство признало Ремуса виновным в нарушении закона Уоллстеда три тысячи раз. В течение двух лет, пока Ремус сидел в тюрьме, его жена позаботилась обо всем его состоянии, а под заботой она подразумевала интрижку с агентом сухого закона. Продажа всего имущества Ремуса и подачу на развод. Когда Ремус наконец вышел из тюрьмы и обнаружил, что его большой роскошный особняк пуст, а жена ушла, по слухам, он разрыдался. Несколько месяцев спустя, во время браковоразводного процесса, он увидел свою жену в машине в Санценате. Ремус запрыгнул в такси и попросил водителя оттеснить ее на обочину. Таксист согласился. Затем Ремус выпрыгнул из машины и застрелил свою жену. Он сразу же сдался полиции. И его следующий суд, на этот раз убийство, стал национальной сенсацией. Ремус хотел убедить всех в своей невменяемости, в один миг задавая каверзные вопросы, а в другой плача в углу. Но нация пожалела его. Он был жестоко обманут женой, и поэтому, когда после всего 19 минут обсуждения присяжные вернулись и признали его невиновным, все начали праздновать. Чтобы вы понимали, этот парень прямо признался в убийстве своей жены. Американская система правосудия. По мере того, как алкоголь хлынул в нацию, большая часть его отправилась в новый тип тайных питейных заведений, которые быстро набирали популярность. Настолько тайные, что снаружи они часто выглядели как обычные магазины или дома. А для входа обычно требовался пароль. Настолько тайные, что о них знали все. Спикизи. Вечеринка здесь не прекращалась до самого утра. Полуголые девушки, дамы со змеями, джаз. Это были шумные времена. Некоторые газеты даже публиковали обзоры на нелегальные клубы, и взяточничество поддерживало вечеринку. Похоже, половина полицейских и федеральных агентов в таких городах, как Нью-Йорк, получали откаты от владельцев спикизи. Эй, какого Кевина Костнера здесь происходит? Офицера Хеннити, берете взятку? И почему я не удивлен? Директор сухого закона Симмонс? Как не стыдно? Мама? Что бы сказал отец? Спроси у него сам. Он сказал бы, перестань быть таким занудой и дай отцу заработать чаевых. Каждый раз, когда власти закрывали спикизи, казалось, что в мгновение еще три появляются в другом месте. А в некоторых кварталах их было так много, что одна жительница начала вешать табличку, чтобы всельчаки перестали стучать в ее дверь. Казалось, что новые законы, касающиеся алкоголя, в некоторых местах просто игнорируются. Один агент сухого закона захотел узнать, какой город станет самым отъявленным нарушителем закона, учитывая время, через которое ему предложат спиртное. Победитель? Новый Орлеан, где водитель такси предложил ему выпивку всего через 35 секунд после прибытия. Браво! Многие в Конгрессе уже высказались против сухого закона и его неэффективности. Что бы показать, насколько все это было нелепо, один конгрессмен, республиканец собрал представителей СМИ, чтобы показать, как он пьет домашнее пиво. Когда он спросил проходящего мимо полицейского, не хочет ли он его арестовать, тот ответил нет. Мистер Уэйн, неужели это то, чего вы хотели? Я думал, что мы сделаем страну лучше, но мне кажется, что это еще хуже. Что ты имеешь в виду? Употребление алкоголя снизилось. Что ж, возможно, это правдиво для вашего маленького городка, но здесь говоришь, что в некоторых районах пьянство возросло, равно как и аресты за публичное пьянство, вождение в нетрезвом виде и случаи цирроза печени. Общий переполох превратил Америку в нацию преступников, неуважающих закон. А все эти попытки принуждения стоят больших денег экономике выпустить Львов. Социальные перемены и коррупции, которые Уиллера и антисалунская лига так стремились предотвратить, по крайней мере в городах, набирали обороты. Когда что-то законно, это в большинстве своем можно регулировать и контролировать, но объявите что-то вне закона, как все становится нечестной игрой. Возраст легального употребления алкоголя исчез. Обязательного времени закрытия клубов и баров больше не было. Другие негласные социокультурные правила, касающиеся алкоголя, канули в лету. В спикезе люди разных полов и национальностей начали смешиваться, чего раньше не происходило. В бурные 20-е годы произошел колоссальный сдвиг к культуре. И в последнюю очередь потому, что отныне мужчины и женщины могли флиртовать на публике, не будучи проклятыми на всю жизнь. Возмущенный Уэн Уиллер приложил все усилия, чтобы любой нарушитель закона был наказан. Он ввел в действие еще более строгий закон Нью-Йорки. Но все это привело к тому, что система правосудия засорилась мелкими нарушениями пьянства, и судьи начали отпускать всех, назначая штрафы. Чтобы судьи могли вернуться к делам, которые действительно имели значение, например, убийство. А их в те времена было предостаточно, поскольку бутлегеры и самогонщики это лишь цветочки. Сухой закон дал возможность заработать состояние другим преступникам, бандитам и гангстерам. Привет, жирный Тони. Отличные новости. Что такое жирный Джоу? Я только что получил сообщение от жирного Луи, что правительство запрещает алкоголь. Ты ведь понимаешь, что это значит? Это значит, мы разбогатеем. Скорее позвони жирному Поли и давай угоним грузовик с алкоголем. Отлично, подожди, мне сначала нужно рассказать это жене. Эй, жирная Сьюзан, никакой пиццы для жирного Джоу на ужин, поняла? Прекрати называть меня жирный Сьюзан. Соперничающие банды начали сражаться в американских городах, совершая набеги на автомобиле друг друга, убивая соперников и пытаясь взять под контроль незаконную торговлю алкоголем. В каждом городе был свой авторитет. В Детройте была пурпурная банда, в Новой Англии был Чарльз Кинг Соломон, но ни один город не был так печально известен бандитским насилием и убийствами, как Чикаго. В городе было несколько бандитских группировок, и сначала они согласились оставаться в своих кварталах. Но преступник на то и преступник, что вскоре все договоренности были нарушены. Однажды с лидером итальянской банды южной стороны, который шел по улице, и произошло следующее. И он сказал «Все, с меня хватит!» и уехал в Нью-Йорк. Оставив свою преступную империю, главарю банды, которым казался никто иной, как Аль Капоне. Получив ножевое ранение в юности, Капоне заработал себе имя «Лицо со шрамом». Что интересно, он ненавидел это прозвище и предпочитал, чтобы его называли Щеголь. Щеголь был безжалостен, как любой другой лидер американской банды. Но что отличает его от других? Причина, по которой он стал синонимом бандитской войны 1920-х годов, заключается в следующем. Большинство других главарей банды старались держаться в тени, поскольку они были причастны к убийствам и так далее. Но Капоне жил ради славы и был публичной персоной. Он часто рассказывал Сме о своих подвигах и представлял себя любезным хозяином, обеспечивающим Чикаго хорошие времена. Не стоит благодарить меня, господа. Я просто обеспечиваю город ценным товаром. Попутно убираю конкурентов. Вы имеете в виду убийство людей? Ого! Разве кто-то говорит об убийстве? Я просто вынуждаю своих противников исчезнуть под землей. Когда вы делаете так руками, создается впечатление, что вы говорите об убийстве. Посмотрите на этого умника. Нет, все совсем не так. Я помогаю людям отдохнуть от жизни. То есть убить? Воу! Аль Щеголь Капоне был в некотором роде загадкой. Жестокость с врагами, добродушным перед камерами. В один день он отдает приказ устранить конкурентов, на следующий день раздает автографы в Риглифилд. Сегодня он избивает члена своей банды безбольной битой за сговор против него, а завтра изображает Санту в соседней приходской школе. И его невозможно было обвинить ни в одном убийстве. Как и любой другой преступник, он набивал карманы городских чиновников наличными, и всякий, кто пытался противостоять ему, рискнул оказаться сброшенным со ступеней к мэрии среди бела дня. Задача решена. Публика обожала Капона, его имя мгновенно стало нарицательным. Люди идеализировали его гангстерскую жизнь, и это стало источником для беспокойства для верхушки власти. Президент Гувер? Что такое, Майлз? Я занят. Дело в том, что в стране высокая преступность, сэр. Преступность? И как давно это продолжается? Ну, с начала человечества, сэр. То есть... Вы хотите, чтобы я снова свалил вину на демократов? Нет, Майлз, на белок. Конечно, демократов, и хватит отвлекать меня. Поскольку наличие криминального авторитета, контролирующего государственных чиновников и завоевывающего сердца людей, вероятно, не могло радовать президента, Гувер лично приказал предпринять меры в отношении Капоне. Но прежде президенту Гуверу пришлось столкнуться с другой серьезной проблемой. Вы знаете их? Вы любите их. Женщины. Эпоха сухого закона длилась уже почти 10 лет, и любой здравый человек понимал, что все не так уж радужно. Одной из таких умных людей была Полин Сабин, чрезвычайно влиятельная и богатая женщина, которая работала в Национальном комитете республиканцев, собирала средства для президентов-республиканцев и имела тайную винную комнату в своем гигантском особняке. Изначально она поддерживала сухой закон, но теперь испытывала отращение к хаосу, который он посеял. И она сформировала новое женское движение, на этот раз против запрета алкоголя. Благодаря чрезвычайной влиятельности Сабин, ее новая организация за два года набрала почти полтора миллиона членов, что в пять раз больше, чем у женского христианского союза за умеренность. Ее не устраивало то, что женский христианский союз за умеренность говорит от имени всех женщин и начала призывать к отмене 18-й поправки. Президент Гувер, я спонсировала вашу кампанию и теперь хочу, чтобы вы отменили сухой закон. Майлз, что нужно говорить, когда не собираешься ничего делать? Я разберусь с этим, сэр. О да, точно. Полин? Я разберусь с этим. Сабин выступала с речами на ступеньке Конгресса, что дало толчок движению против сухого закона. Но Гувер, сам сторонник запрета алкоголя, был непоколебим. Затем, 14 февраля 1929 года произошло нечто, потрясшее всю нацию. Некие люди, предположительно работающие на Аль Капоне, под обманным предлогом покупки угнанного виски назначили встречу ирландским мафиози в гараже в Чикаго. Однако вместо этого бандиты были выстроены у стены людьми в полицейской форме и расстреляны. Резня в день Святого Валентина возмутила людей. Это было жестоко и казалось, что американские гангстеры наконец перешли черту. Люди устали от насилия и отчасти виднели в этом сухой закон. Давление на Гувера неуклонно росло. Хорошо, Майлз, я хочу, чтобы ты предоставил мне отчет о текущей ситуации. Вы имеете в виду ситуацию, когда бандиты становятся все более могущественными и убивают друг друга на улицах? Все игнорируют закон, а половина наших государственных чиновников коррумпированы и берут взятки? Это ситуация? Да, мне нужно знать, хорошо ли идут дела, Майлз. И прекрати тратить мое время. Гувер продолжал тянуть время сухим законом, но после резни в день Святого Валентина, он все еще был полон решимости сделать одно дело. Он хотел засадить Аль Капоне за решетку. Поскольку Капоне был очень осторожен, ФБР было трудно обвинить его в чем-либо, но в конце концов его удалось поймать. Капоне, мы знаем, что ты снабжаешь Чикаго алкоголем и замешан в бесчисленных убийствах. Ого, что за чушь ты несешь? Я не связан ни с чем подобным. Но ты богат, так? В точку. Откуда такие деньги, Капоне? Хорошо, я открою свой маленький секрет, но пообещай, что никому не разболтаешь, окей? Я не плачу налоги. Ого! За все совершенные убийства налоговая служба наконец-то привлекла Капоне к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Однако на суде он не выглядел слишком обеспокоенным. Эй, Капоне, интересно узнать, почему ты так уверен в своей победе? Что ж, ваша честь, потому что я честный человек с большим сердцем, страстно желающий работать на благо людей. А также потому, что я угрожал всем семьям присяжных. К счастью, в последнюю минуту судья заменил весь пул присяжных новым, до которого люди Капоне еще не дошли и Капоне признали виновным. Он был приговорен к 11 годам лишения свободы в федеральной тюрьме, что стало самым суровым наказанием для уклоняющегося от налогов. Но даже после того, как Капоне оказался за решеткой, насилие в Чикаго и других городах не прекратилось, а движение против сухого закона продолжало расти. Последний гвоздь гроб сухого закона был убит в 1929 году. После десятилетия стремительного экономического роста при трех президентах-республиканцах фондовый рынок резко упал, и Америка оказалась в тисках Великой Депрессии. Это было ужасное время. Каждый пятый работник из 15 миллионов человек потерял работу. Половина банков страны обанкротилась. Временные бараки были построены для бедных и бездомных в общественных парках. В этот период мало кого заботил сухой закон. Дорогостоящее исполнение неисполнимых законов не казалось таким уж большим приоритетом, когда люди лишались домов и теряли свои сбережения. Многие стали утверждать, что отмена сухого закона создаст жизненно важные рабочие места и налоговые поступления для государства. Но президент Гувер упорствовал. Вот отчет, который вы просили, сэр. Дай сюда. Сухой закон от... личный. Прекрасные новости. Сэр, здесь говорится, что сухой закон отлично подрывает верховенство закона в Америке. Майлз, здесь есть слово отлично, а это значит хорошо. А теперь прекращай тратить мое время! Общественность, уставшая от постоянного насилия, царящего на улицах коррупции, процветающей в государстве беззаконии и теперь экономического бедствия, решила, что с нее хватит. Во время новых президентских выборов оппонентом Гувера стал Франклин Рузвельт, кандидат от демократов, который пообещал разобраться с сухим законом. Толпа ликовала, когда Рузвельт выступил с речами в предвыборной кампании, пообещав изменить закон Уолстеда. А Полин Сабин, убежденная республиканка, вместе со своими полтора миллионами сторонников поддержала Рузвельта. Это была блестящая победа Рузвельта. Еще до того, как Франклин Рузвельт вступил в должность, республиканцы в Конгрессе начали процесс принятия 21 поправки об отмене сухого закона. Одним из первых действий Рузвельта на посту президента было принятие закона о разрешении на пиво, который сделал пиво легальным во время ратификации новой поправки. В 1933 году с принятием 21 поправки запрет на алкоголь был окончательно снят. Страна праздновала так, как будто она только что выиграла мировую войну. Бары и таверны были переполнены, женский христианский союз за умеренность был безутешен, Уайн Уиллер мертв. И празднование особенно в американских городах было масштабным. В середине 1930-х годов последствия сухого закона стали очевидны. С этого момента культура употребления алкоголя изменилась. Мужчины и женщины пили вместе не в салонах, а в барах и тавернах. Преступные синдикаты, получившие такую власть благодаря запрету алкогольных напитков, оставались могущественными, выбрав другой нелегальный бизнес. Некоторые штаты предпочли оставить сухой закон в силе, а Оклахома отменила запрет на алкоголь лишь в 1959 году. И по сей день в Америке есть округа, в которых действует сухой закон. Итак, что мы узнали сегодня, дети? В чем главная суть? Какова мораль этой истории, которую мы все можем применить к нашей повседневной жизни? Может, не стоит навязывать свое мнение тем, кто его не разделяет? А может, если запретить американцам что-либо делать, они неприемлемо это сделают? Или, возможно, во всем этом нет никакого смысла? Может быть, мы все просто кучка тупых вонючих идиотов, и все мы обречены? Конец. Субтитры сделал DimaTorzok